Всех приветствую, продолжаем знакомиться с интересными людьми Барбара Ивен, урожденная Барбарой Джин Морхен, американская актриса и певица-продюсер. Родилась 23 августа 1931 года в Туссон, штат Аризона, в семье Эрис Мэри и Хьюберта Генри Морхен. Она потомок Бенджамина Франклина. На протяжении десятилетий ее годом рождения считался 1934. После развода ее родители с матерью переехали в Сан-Франциско, где ее мать вышла замуж за Харрисона Хоффмана, телефонного оператора, от которого родилась дочь, сводная сестра Иден. Великая депрессия глубоко повлияла на семью, и поскольку они не могли позволить себе многих предметов роскоши, Эрис развлекала своих детей пением. Первым публичным выступлением Иден стала пением церковного хоря, где она пела сова. Будучи подростком, она пела в местных группах под руководством Гаварда Фредрикса и Фредди Мартина за 10 долларов, эквивалентно 157 долларов в 2021 году. Она получала 10 долларов за ночь в ночных клубах. В возрасте 16 лет она стала членом общества актеров и изучала пение в консерватории музыки Сан-Франциско и актерское мастерство в театральной школе Элизабет Хэллоуэй. Окончила среднюю школу Авраама Линкельна в Сан-Франциско весной 1949 года и в течение одного года изучала театральное искусство в городском колледже Сан-Франциско. Как Барбара Хаффман, она была избрана Мисс Сан-Франциско в 1951 году, а также участвовала в конкурсе Мисс Калифорния. Снималась во многих фильмах. Ее последним фильмом для компании 20 век Фокс была «Желтая канарейка» в 1963 год. Она покинула Фокс и стала приглашенной звездой телевизионных шоу и сниматься в фильмах для других компаний «Коламбия», «Юниверсал», «Метро», «Голден Майер». В течение следующих нескольких лет играла второстепенные роли, включая медную бутылку и семь лиц доктора Лава. В 1165 году продюсер Сидни Шелдон подписал контракт с ней на главную роль в своем готовящемся фантастическом фильме «Я мечтаю о Джинни». После того, как различные брюнетки, старолетки и королевы красоты безуспешно пробовались на эту роль, к Иден обратился в Шелдон, который видел ее в медной бутылке и получил многочисленные рекомендации для Идена от различных коллег. Иден сыграла Джинни, прекрасного Джина, выпущенного из бутылки астронавтом-капитаном, которого сыграл Ларри Хэгман, наиболее известным по комедиям. Я не буду перечислять все фильмы, в которых она снималась. В 1178 году снималась в художественном фильме родительский комитет Харпер-Вэлли. Это привело к созданию одноименного сериала в 1981 году. Как в фильме, так и в телесериале Иден сыграла главную героиню Стеллу Джонс. Сериал дебютировал 16 января 1981 года и был еще и второй сезон. В это время Иден также стала пресс-секретарем и появилась в серии печатных рекламных роликов и телевизионных роликов бренда «Колгота» с 1979 по 1983 год. Снялась в музыкальных комедиях «Звуки музыки», «Джентльмены» предпочитают блондинок, шоу Джей Льюиса, телевизионное шоу и так далее. Выпустила альбом под названием «Мисс Барбара Иден». С 2000 по 2004 год снималась в национальной гастрольной постановке пьесы «Странная пара» в женской версии. Написала мемуары Джинни из бутылки, которые были выпущены 5 апреля 2011 года. Книга дебютировала под номером 14 в списке бестселлеров «Нью-Йорк Тайм». Там она рассказывает о своей личной жизни и голливудской карьере за более чем 50 лет, включая интимные подробности о ее раннем детстве, ее становлении популярной в подростковом возрасте и в начале 20-х годов, ее партнерах по фильму. А также охватывает ее браки с Майклом Ансарой, Чарльзом Феггертом и Джонни Айхольцем. 17 ноября 1988 года Иден получила звезду на Голливудской аллее славы за свой вклад в развитие телевидения. В 1990 году юридическая школа университета Западного Лос-Анджелеса присвоила Иден почетную степень доктора юридических наук. Ну вот так вкратце о Барбаре Иден, американской актрисе, певице и продюсере. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова